МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши дневной выпуск информационной программы Республика в студии Татьяна Молкова. Сегодня столица Чуваши встречала российских и итальянских бизнесменов в Чебоксарах проходит 24-е заседание рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Она была создана в 2002 году по инициативе президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Сильвию Берлускони. Основная цель подобных встреч – содействие созданию на территории России промышленных кластеров, особых экономических зон и налаживание сотрудничества на уровне регионов и предприятий. Два дня российские и итальянские бизнесмены будут проводить переговоры, главная цель которых – найти партнеров для дальнейшего сотрудничества. Александр Андреянов – генеральный директор завода по выпуску электротехнического оборудования. Считает, что у итальянцев стоит поучиться и производству продукции, и умению ее продавать. Но есть и другие бизнес-идеи. Есть у меня одна задумка, я даже записался на встречу. Хотелось бы именно, не похожее на мое производство, именно хочется наладить производство, касаемо нашего сельского хозяйства. Хотелось бы, точнее, свое производство открыть именно на их базе. В Чебоксар из Италии приехали около 40 бизнесменов. Они принимают участие в работе круглых столов, в рамках которых обсуждается сотрудничество в сфере машиностроения, в области энергосберегающих и природоохранных технологий и энергетики. Дина Перини представляет компанию «Морелли». У предприятия уже есть партнеры в России, и даже несмотря на санкции, против нашей страны он не теряет надежды на совместные проекты. Наложил отпечаток. Но, надо сказать, не столько сами санкции, сколько последние колебания курса рубля. Вот это очень их ограничивает возможности по сотрудничеству в этой области. Но, тем не менее, у них есть несколько очень надежных клиентов. Конечная цель – создать здесь технический офис, и чтобы группа людей работала только на эту область, на этот бизнес, несмотря на все трудности. В заседании российско-итальянской группы участвуют более 20 чувашских предприятий, представители 13 регионов страны. «Я представляю больше как раз итальянскую сторону. Именно завод в Италии. Мы представители крупной международной компании. Но здесь мне интересно именно посмотреть с точки зрения развития самой чувашии и посмотреть, сможем ли мы что-то предложить». Завтра у итальянских бизнесменов запланировано посещение ряда производственных предприятий республики для детального знакомства с инвестиционным потенциалом чувашии. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. Кабинет министров республики накануне обсудил ряд ключевых вопросов. В их числе опубликованный Министерством образования России рейтинг ведущих школ страны. Напомню, что в топ-500 вошли 9 учебных заведений республики. Улучшили свои позиции и сельские школы. Кроме того, министры обсудили прогноз развития республики до 2030 года. Среди 200 лучших сельских школ России есть и 12 из Чувашии. В прошлогоднем рейтинге таких было 5. Также учебные заведения республики вошли список 200, которые дают образование по профильным направлениям. Хочу высказать слова искренней признательности, благодарности директорам этих общеобразовательных школ. Эта команда совместно с родителями, совместно с общественными организациями, совместно с учениками работает на перспективу. О перспективах развития экономики республики рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Он представил прогноз социально-экономического развития Чувашии до 2030 года. Это один из основных документов стратегического планирования. Среди ключевых опорных действий, которые мы полагаем на свои усилия для достижения тех целей, которые мы обозначили, благосостояние населения республики. Это прежде всего стимулирование технического переворужения предприятий, это создание и развитие высокологичной наукоемки малого и среднего бизнеса, это стимулирование поддержки импотратозамечающих производств. Сложно предсказать в прогнозированном 15-летнем периоде новые волны кризисных явлений в мировой экономике, как они скажутся сегодня на российскую и на республиканскую экономику. Поэтому предлагаемый прогноз является неким таким стратегическим ориентиром. Среди ориентиров прогнозируемый объем промышленного производства увеличится в 2,5 раза. Инвестиции в основной капитал возрастут в 1,5 раза. Реальная заработная плата в прогнозе должна вырасти в среднем в 2 раза. Владимир Аврелькин подчеркнул, что с учетом нынешней ситуации во всей стране, когда на экономику по-прежнему оказывают влияние санкции, промышленность республики начинает приспосабливаться, создается новое производство, происходит диверсификация, увеличивается розничный товарооборот. И эти явления тоже отражены в прогнозе. В социальной сфере планируется, что к 30-му году средняя продолжительность жизни еще увеличится на несколько лет. Смертность снизится на 15%. Михаил Игнатьев поручил вице-премьерам и ключевым министрам еще раз оценить прогнозные цифры и к началу следующей недели представить доработанные данные. Еще один важный вопрос, который рассмотрели сегодня члены правительства, план реализации программы капитального ремонта в 2015-2016 годах. На эти цели будет потрачено более 600 миллионов рублей. В рамках плана планируется провести капитальный ремонт 425 многоквартирных домов общей площадью 785 тысяч квадратных метров, в которых проживают более 35 тысяч граждан. Планом не предусматривается проведение мероприятий по капитальным ремонту многоквартирных домов, относящихся к категориям бедких, непригодных для проживания, аварийных. Михаил Игнатьев поинтересовался, как формируется список домов, требующих ремонта и учтены ли интересы жителей, которые полностью и без задержек оплачивают взносы в фонд капремонта. В этой работе важен каждый адрес, и это должны понимать руководители муниципалитетов, подчеркнул глава Чувашии. Кроме того, в открытом доступе должен быть опубликован список домов, в которых будет проходить капремонт. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Переписные истины. Викторина с таким названием стартовала в стране. Принять участие в ней смогут те, кто зарегистрируется на сайте Оргкомитета Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Вопросы викторины будут публиковаться каждую среду на этом же сайте. Чтобы ответить на них, участникам необходимо заполнить специальную форму. Викторина посвящена сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране в следующем году. Победители будут выбирать еженедельно. Организаторы отмечают, что награды достанутся только тем, кто первым пришлет развернутый ответ на каждый из трех вопросов. Викторина продлится до конца ноября. В зале совещаний Дома правительства Чуваши журналисты, в том числе и наши съемочные группы, бывают регулярно. Мы рассказываем телезрителям о событиях, встречах, принятых решениях. Накануне представители СМИ не просто освещали мероприятия, но и были главными его участниками. Руководители ведущих республиканских СМИ вместе собираются регулярно. Называются такие встречи день главного редактора. Коллеги обсуждают, как не нарушать периодически меняющееся законодательство, дружно сосуществовать на территории нашей небольшой республики, что еще интересного и нового предложить читателям, слушателям, телезрителям. Министр информационной политики напомнил, в борьбе за рейтингами не стоит забывать о главном. Средства массовой информации ответственны за свою информацию. Газеты ответственны за свою информацию. Телевидение, радио – всем и всем ответственность. Для того, чтобы не вести заблуждение слушателей нашего. Говорили о законах об улучшении контента, применении новых технологий для трансляции национальных телеканалов во всех точках земного шара. Однако, в отличие от обычного собрания, это прошло в расширенном составе. Я с удовольствием отозвался уже на это приглашение. Нам надо почаще общаться, почаще встречаться и искренне, просто открыто обмениваться мнениями. Наша задача, задача органов власти, она была принципиальная. И она остается принципиальной такой позицией, ключевым фактором. Это открытость, это публичность и доведение справедливой информации. Глава Чувашии поучаствовал во встрече не только, чтобы открыто поговорить с журналистами. В этот день представители профессии получили из его рук значки заслуженных работников культуры благодарности. Среди награжденных – заместитель директора национальной телерадиокомпании Чувашии Маргарита Гартфельдер. Еще четверо наших сотрудников получили благодарность от министра информационной политики республики. Узнать все тонкости разных профессий можно с самого раннего возраста. В дошкольных учреждениях Чебоксар реализуется проект профориентации. С какими специальностями знакомятся малыши, узнаем в следующем репортаже. Этим утром воспитанников 169-го детского сада ждало необычное занятие – приготовление еды. Малыши надели фартуки, поварские шапочки и изучили инструкции. Сегодня блюдо дня – блины. Теперь мы перемешаем с помощью блендера молоко и яйца. Электрическая плита, кухонные принадлежности и даже ингредиенты для блюд. Здесь оборудована самая настоящая кухня, на которой творят свои кулинарные шедевры юные повара. В мастерской занимаются средняя, старшая и выпускная группы. Занятия проводят сами воспитатели несколько раз в месяц. Готовят в основном простые блюда, но каждый раз стараются придумать что-то новое. Мы все тут готовим, едим, когда готовим, мороженое делаем. Все нравится мне тут делать. Блинчики на выходные с мамой готовлю. Пиццу тоже готовлю. Пирожки мои родители рады, что я умею уже готовить. В кулинарном деле участвуют и родители. Приносят в сад необходимый кухонный инвентарь, делятся рецептами. Дочка Елены Елюковой Катя уже второй год занимается в этом мастерской. Мне, конечно, гораздо проще, потому что тут познают азы кулинарии, первоначальные шаги в мир кулинарии. Они уже как бы знают, как обращаться с приборами, как обращаться с столовыми приборами, электроприборами. И мне дома гораздо спокойнее. Моему ребенку очень нравятся занятия, которые проходят у нас в кулинарном блоке. И дома она с удовольствием рассказывает, показывает, что, как они готовили. Мне это очень приятно. И блюдо, которое приготовил твой ребенок, это, кажется, вкуснее вдвойне. Когда кулинарная мастерская еще только начинала свою работу, профессия повара и кулинара не была такой популярной. Сейчас она переживает настоящий бум. Нравится всем буквально – родителям, педагогам. Самое главное – нравится детям, потому что дети с удовольствием любят эти занятия. Может быть, кто-то из них станет каким-то классным поваром, кулинаром и так далее. Я считаю, это очень важно. Воспитанники столичных садиков могут познакомиться с разными профессиями. Столяра, гончара и даже парикмахера. Это направление только стало развиваться, но польза таких мастерских очевидна. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Столица Чуваши в третий раз приняла участников особенного фестиваля для особенного зрителя. Официальное открытие третьего международного фестиваля «Одинаковыми быть нам не обязательно» прошло в стенах Чувашского государственного театра «Кукол». В рамках нынешнего фестиваля уже состоялась пресс-конференция, запланированы семинары, практикумы и творческие мастерские. Главные задачи организатора видят создание благоприятной среды для особенных детей. Открытый мир, милосердное общество – вот чего порой не хватает им. Сегодня в обществе самая большая проблема на планете, что люди, даже слушая друг друга, не слышат. Слышат и слушать – это разные вещи. Это складывается о взаимоотношении, понимании других людей, с другим менталитетом. А особенно важно понимать людей, которые с ограниченными втемельными возможностями. И не только понимать, но адаптировать их в ту среду, в которой ты сам находишься. Сразу после открытия в театре прошел первый спектакль в рамках особенного фестиваля. Спектакль «Сияющая в ночи» создана по мотивам древней японской сказки, специально для людей с ограниченными возможностями. Это красивая история о необычной крошечной девочке с Луны, которая пришла на Землю, чтобы изменить свою судьбу. Постановка пропитана атмосферой покоя и умиротворения. Она длится 70 минут и за все время ни одного слова. А волшебные звуки глюкофонов завораживают зрителей и оказывают почти гипнотическое действие. Я думаю, что если участники фестиваля смогут включиться в нашу сказку, в нашу атмосферу, в то, что заложено в этот спектакль художником, режиссером, музыкой, то они получат не только удовольствие, но и какие-то силы, и новые, может быть, пути своей жизни. Спектакль привезли к нам из города Курган в рамках третьего международного фестиваля. Одинаковыми быть нам не обязательно. Режиссер-постановщик Юэй Тини Симура взял за основу японскую сказку «Принцесса Кагуя». А курганские актеры постарались передать всю поэтику и философию страны восходящего солнца. Делал спектакль японский режиссер Юэй Тини Симура. Сценография и куклы – это японский художник Кадзунори Ватанабе. И, кроме всего прочего, художник не только придумал оформление, он еще сам своими собственными руками сделал куклу и маски для этого спектакля. Кукла – механика отличная от наших традиционных кукол, поэтому учить актрису работать с этой японской куклой тоже приезжала японская актриса Мияко Куратани. Особенность постановки в том, что она адаптирована для людей с проблемами слуха. Кроме «Сияющей в ночи» в рамках фестиваля в Театре кукол, покажут также внеконкурсные спектакли, специально поставленные для особенных людей. На нашем фестивале пока еще не было именно японского мотива, и поэтому я считаю, что данная постановка будет интересна всем, не только участникам фестиваля, но и зрителям. Это встреча друзей, встреча тех людей, которые творят именно для особенного зрителя, для особенных детей. Екатерина Степанова, Андрей Шоклев, Республика. Особенным детям нужна и материальная поддержка. Здесь на помощь приходят благотворительные фонды. Это один из важнейших источников моральной и материальной поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особенно важна их помощь тем, кому требуется дорогостоящее лечение или оборудование. Татьяна Путилова – мать двоих дочек. Старшая Настя – особенный ребенок. Вследствие болезни девочка не может самостоятельно сидеть, поддерживать голову, не говорит и не понимает речь. Насте была необходима дорогостоящая инвалидная коляска. Помочь в ее приобретении вызвался благотворительный фонд «Это чудо». Стараемся помогать при любой возможности. И вот в течение 7 месяцев мы собирали средства и приобрели коляску на стоимостью 120 тысяч рублей. Фонд существует только за счет пожертвований жителей нашего города. И за два года работы мы оказали помощь чувашским детям на сумму более 2 миллионов рублей. Около 15 детей получили от благотворительного фонда помощь. Хотелось бы выразить сегодня слова благодарности этому фонду. Они уже ни одному ребенку нашей республики оказали такую нужную, необходимую помощь. Младшая дочь Татьяны Кристина принимает активное участие в различных мероприятиях, организованных фондом. Девочка на собственном опыте знает, с какими трудностями сталкиваются родные, близкие и особенных детей. Настенька заболела, когда ей было всего 5 месяцев. Прогноз врачей был неутешительный – максимум 3 года. Мы стойко выдержали, уже 13 лет живем и радуемся миру. Чувствуем этот мир, радуемся миру. Любит музыку. Так как моя младшая девочка занимается в музыкальной школе, мы с музыкой очень связаны. Делать добрые дела просто. Достаточно не быть равнодушным. Возможно, именно ваши средства, перечисленные в благотворительные фонды, помогут сделать чью-то жизнь счастливее или даже спасти ее. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Серьезное ДТП парализовало накануне вечером движение по Московскому проспекту. Здесь на подъезде к мосту столкнулись три легковых автомобиля. Видео нам прислал наш телезритель в рубрике «Мобильный репортер». Многие водители говорят, что превышать скорость на этом участке Московского проспекта опасно. В любой момент машина может попасть в колею и станет неуправляемой. Похожую ситуацию попал и владелец этого ВАЗа. На перестроении на другую полосу он столкнулся с «Фольксвагеном». От удара легковышку буквально выбросило на встречный автомобиль. Машины получили серьезные повреждения. Пассажиры «Фольксвагена» и водитель «Лады», который не смог уйти от встречного удара, были госпитализированы в БСМП. Лишь по счастливой случайности в этом ДТП никто не погиб. Из-за аварии на Московском проспекте образовались большие пробки. Искореженные авто заняли сразу три полосы и парализовали движение троллейбусов. Движение по проспекту нормализовалось только спустя два часа. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова